Всем привет, народ! Очередное у нас посещение какого-то интересного места. И сегодня, вообще на самом деле, ладно, расскажу как было. Мы сегодня планировали заехать в ресторан, который называется КНР. Это китайский ресторан, прям так и называется. Китайский народный ресторан. В моем районе, где я живу, в северо-западе, северное Тушино, южное Тушино, всякое такое, есть ресторан КНР. Я живу рядом с этим рестораном и постоянно, мимо него проезжая, никак не удосуживался заехать. Сегодня приехали снять обзор. Оказалось, все, больше там китайской кухни нет, хотя ресторан до сих пор присутствует. Нас встречает вот такая надпись, уважаемые гости наши, извиняюсь, здесь технические неполадки, китайского меню и блюд временно не будет. Ланч и европейское меню действуют. Приносим свои извинения, вау! И, в общем, после этого мы двинули попробовать бизнес-ланч от Менза Кафе. Ребята, Менза была на обзоре доставки, и сегодня попробуем их ланч. Продолжение следует... Ребята, вот сразу на входе в ресторан, в заведение висит объявление бизнес-ланча с 11 до 17. И тут, на самом деле, сложно что-то разобраться. Хотя вот ланч японский, ланч Менза 350, 320, 320 и так далее. Пойдем, в общем, попробуем разобраться с этим. Никаких вопросов не возникло относительно того, что мы снимаем. Мензи Кафе за это респект, молодцы! Что я хочу отметить сходу, вот давай сюда повернись. Стоит на столах соус не табаско банальный, а стоит шри рачи, ребят. Огромнейший респект Мензи за мой любимый соус. Красавчики! Вот меню ланча. Вот такая длинная простыня, высокая. И сейчас будем с вами что-то выбирать. Ага, ага, тут устроено это следующим образом. Все по разделам. Короче, смотрите, тут ланчи, есть два вида ланчи. Можно выбирать по разделам, от этого будет зависеть цена. А можно уже сформулированные ланчи брать у Менза. Давай посмотрим. Так, в общем, это вот большая простыня ланча у них. Смотри, тут как происходит. Два блюда стоят 337 рублей, три блюда 437. Десерт 69 и напиток от 29 рублей. То есть мы берем по сколько мы хотим. Блюда получается из раздела 1, из раздела 3, например. Это два будет блюда. Либо вот так сочетаем, либо вот так, либо вот так. Если берем из каждого раздела, то это нам обойдется в 439. Плюс дополнительно мы возьмем напиток, который стоит от 29. А, ну 29 это газированная вода с лимоном. И итальянская содовая 200 миллилитров стоит по 29 рублей. А дальше уже вот чаи всякие по 67. Кофе капучино, фреш морковный, вино сухое, пиво по 97. И десерты по 69, те, которые мы можем взять дополнительно. Яблоки в карамели, жареное молоко, банан темпура, ванильное всякое, вот это вот, ванильные блинчики. Ну, в общем, вот такой. И смотри, и тут отдельно еще есть бизнес-ланч с 11 до 17. Тут уже четко сформулированные ланчи. Мясной, японской, Азия, домашний. Цены 320-350, вот рыбный самый дорогой 380 рублей. Ланч Менза 350. В общем, я не знаю, в чем разница между, честно говоря, вот этим меню и вот этим. Но сейчас спросим у официанта. Ну, честно говоря, мне было бы интереснее чисто так вот внешне выбирать вот из этой простыни, потому что здесь, как я понял, блюда из основного меню. Я сейчас посмотрел в самом менюшке, здесь те же самые блюда, что и в основном. Но получается, они дешевле, если брать в ланче. Это радует. Здравствуйте. Слушайте, а мы запутались у вас немножко. Вот эта вот большая простыня и вот эта, в чем разница? Разница в том, что здесь уже готовый комплекс, он здесь значит, то есть первое, второе, сало. Вот здесь? Да, есть ключик. А здесь мы выбираем, да? Выбирайте, вот, бесплатно выбрать. А здесь вы выбираете с каждого раздела. А, ну а блюда те же самые фактически или нет? Или здесь вот это из основного меню, да, скорее всего, а это специально под ланч? Здесь больше выбора, я могу так сказать. Вот здесь больше выбора. Но есть пересекающиеся, да, позиции или нет? Есть, потому что здесь есть куриный блю they also are six 대해서. А, тоже куриный суп. Да, есть роллы. Но он будет такой же? Он будет такой же. А, он будет такой же, все. вот здесь больше порция здесь меньше так как зачем вы сделали два ланча как нам определиться то есть советуете отсюда брать просто а давайте мы знаете как сделаем мы отсюда возьмем очень вкусные вы нам посоветуете какой-нибудь вкусный ланч мы возьмем его прямо отсюда с том ямом до салатчука теплый мисо суп да есть ланч азия посмотрю давайте японские вот японские у вас роллы вкусные обычно а значит и морс облепиха и вот отсюда тогда мы тоже возьмем разные еду то есть мы можем взять три по цене ну из трех разделов по цене 439 рублей плюс десерта так но тут у вас надо что-то фирменное так вот я на него и смотрю давайте да вы на меня посмотрели поняли что мне надо поесть правильно от из 2 давайте возьмем ватоны со свинины вантоны со свинины это будет наверняка вкусно а из третьего да ёлки-палки так вкусный там ям сколько там ингредиентов с креветками давайте там ям до дополнительные 39 рублей вот к этой цене до получается то есть будет 600 окей 680 и тогда я уже обратил внимание вот жареное молоко однозначно вкусно и жена хорошо жареное молоко она попить что за итальянская содовая что это такое хочу итальянскую саду за 29 рублей там у нас морс а здесь содовая пойдет в общем вот то есть короче по факту да если мы берем отсюда как нам сказали здесь порции меньше вот этих блюд но тут четко сформулированные цены в этом плане удобно то есть если ты хочешь потратить конкретно 320 рублей в нашем случае 350 мы взяли японский ланч да то берешь отсюда и типа не паришься если же ты такой весь из себя не консервативный ты хочешь разнообразия берешь это меню но выйдет дороже то есть даже заявленная цена из трех блюд 439 рублей в нашем случае она выросла до 500 рублей с учетом напитка даже 510 нам уже принесли ланч то есть вот первый японский лайк за 350 рублей действительно то есть тут как бы как ни крути порции небольшие это салат чука хотя чука он всегда довольно невелик палочки оси бори нам на двоих подогнали типа дим он будет есть дадим он все думают что ты ешь когда снимаешь вот это же кстати странно вы пишете типа как жалко диму что он не ест дима снимает как он может есть у него третьих рук есть дима поснимает и дим поезд так что можете за него не волноваться все реально переживают представляют как как я жру а ты мучаешься в это время пока снимаешь ты мучаешься кстати мне кажется это тяжко иногда когда голодный а сейчас вкусно и вот было бы хорошо если мы все-таки попали в тот китайский ресторан я так настроился сегодня на китайскую кухню но все равно хоть какая-то азия у нас вот салат чука друзья мои и вот соус к салату чука и это все в ланче довольно необычный соус идет к чуке это соус у них меню называется гамодарой гамодаре я не знаю что это за соус он похож на ореховый тут действительно прям видно структура орехов в этом соусе но он не такой ореховый как стандартного добавляет гладкий такой ореховый соус как чуть идет он какой-то свой то есть мензе сделали свой ореховый соус давай попробуем на самом деле странная вещь что сам салат мне кажется либо у меня просто перемешался немножко вкус то есть и сам сама чука уже в соусе в ореховом стандартном и дополнительно здесь кладется еще вот этот соус который вкусный и тоже в общем-то ореховый я обожаю салат чука на самом деле правда я какое-то время любил за то что он легкий мне нравилось что это легкий салатица потом я осознал что здесь ореховый соус братан типа ну камон ореховый соус и легкость ты о чем короче вкусный салат очень предельно корректно профессионально работает здесь официантка с нами то есть она по каждому блюду где у нас были вопросы все объясняет все раскладывает примяху примяху так ладно ну мисо суп чё там он никогда ничем не удивляет обычно вот ребятам мисо супчик смотри ну тут все как вот как обычно мисо суп и кусочки туфу но вот кстати грибочки смотри да классно маленькие опятки все вот это нам еще что-то принесли дим подожди убери пока богато кормите спасибо смотри как вам такой ланч то есть мы съели салат чука да салат чука суп и вот эта штука 350 рублей и напиток кстати вот он тоже входит лимонад лимонадик вот такой так ну ладно мы про мисо суп здесь с вами нормальный мисо суп не не вау и не и неплохо смотри и грибочки есть и тофу есть и и листья вот эти вот накиданы водоросли давай попробуем если честно мисо суп это просто мисо паста разбодяженная с водой и всякого туда добавлено у меня был период это понимаешь вот есть такие продукты с которыми ты сначала не уживаешься никак ты практически ненавидишь а потом начинаешь со временем любить вот мисо суп принципе таким относится я сначала вообще не понимал то есть в чем прикол мисо супа но со временем мне что-то стал нравится этот вкус такой сладенький какой-то азиатско соевый хрен объяснишь даже вкусно но просто как вот бульончик как те мама куриный бульон налила ты выпил питьевой вот то же самое ощущение с этим с этим мясо супом то есть это как бульон просто чего-то тепленького в себя влить немножко грибочков не совсем про еду но довольно вкусно нормально ну вот 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 чем мне нравится так ребят вот это все вот мензо помните мой обзор я говорил про мензо кафе что в том обзоре с доставкой когда мы делали то что у них небольшие роллы были но они были очень гармоничные по вкусу я до сих пор это помню и для меня мензо наверное вот в плане гармоничности была одна из самых гармоничных я конечно король формулировок но в общем вот смотри ланч за 350 2 суши с креветки суши с лососем лососик для бизнес-ланча да и вообще ну то есть я понимаю что они одну и ту же рыбу используют вряд ли для ланча они будут использовать хуже рыбу обычный лосось который мы довольно часто видим доставках он свежий к нему нет вопроса то есть смотри он не ломается вот надо постараться чтобы его как-то на волокна разобрать то есть довольно крепкий лососик это радует и вот такие вот ролики жареный там рыба была свежая но от температуры пока жарили даже она немножко видите побелела рыбка но окей соус у них кикаман кикаман а нет это это не кикаман это соус ямаса я даже не знаю что это за соус я сейчас попробую его естественно по вкусу нормальный соус он больше сладкий чем соленый это хорошо но при этом он не соленый не потому что разбодяжный а потому что сам соус такой это как вот хороший пример кикамана но не самый вкусный если вспоминать соус ну понятное дело что тут не будут давать люкс соевые соусы как дают в маримане например вот ну давай попробуем ладно суши с рисом рис тоже по ощущениям сварен неплохо идеально сварен рис абсолютно клей вот опять очевидно ребят понимаете очевидно что вот это суши с обычным лососем но мне кажется они закупаются все стандартно то есть тут нет какого-то феноменального блеска такой матовый стандартный довольно лосось но в целом вот съел и сливочного сыра там нет там просто рис там просто рыба соевый соус и все это хорошо сосчитается менза молодцы короче я уважаю менза кафе за то что я был у них в соколях когда-то в сокольниках там один самых больших у них ресторанов мы заказывали доставку еще был в паре мест и вот здесь это просто торговый центр и здесь тоже они готовят весьма годно креветка с хвостами креветка с хвостом зачем она нужна давай бобровым с креветки но креветка мне кажется суховато она такая уже абсолютно идеально сделано не ребята менза кафе красавчики вот все-таки вот эта тема с гармонией вкуса у них присутствует я не знаю кто у них повар понятия не имею как это все работает кто за этим следит но хорошо сваренный рис не слишком плотно утрамбованный при этом держащий форму нормальная рыба креветкой все это хорошо и вот странные жареные ручки с чем-то там с лососем с огурцом тоже хорошо и нет у меня понимаешь за за 300 за сколько я за 350 рублей взял ланч поел довольно нестандартно роллы суши мисусуп салат чука лимонад в принципе я доволен то есть это это не дешевый ланч но это ланч который вот если бы я где-то работал я бы заходил мензу я бы заходил мензу потому что вкусно сделанная еда мне нравится пусть небольшие роллы но вкусно и лимонадик не гоню подожди это газировка но я уже попробовал черт с клубничным сиропом за 29 рублей в тот ланч который добавляется здесь мой любимый облепиховый морс все ребята честно честный облепиховый морс не 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 разбодяженный не какой-то такой знаешь еле еле чувствуется хороший олепиховый морс здорово определенно лайк за бизнес-ланч мензи давай попробуем второй ланч второй ланч он у нас более мажорный он нам обошелся по факту за сколько ну за 500 рублей он нам обошелся но там у нас есть том-ям там есть целая вот такая штука паровая в антонов есть рис есть соус соус и есть вот эта самая водичка которая попробовать это довольно вкусная сладенькая такая но ничего особенного просто газированная вода сироп вот такой ланч за 500 рублей знакомьтесь куриный салат в антон и и все что я перечислил до этого я считаю если ланч занимает вот так вот целую салфеточку это весьма неплохо да в антон это нечто среднее между пельменями димсамами и мантами то есть варятся они на пару как манты по форме они как пельмени содержание внутри по идее как в димсамах то есть там должно быть всякое всякое не только свинина но еще и овощи мне не хочется ломать давайте просто попробуем по вкусу к ним подают вот такой соус это соевый перемешанный вроде бы она сказала со сладким чили что-то в этом роде давай попробуем вантенчик вкусно вкусно в том числе за счет соуса если представить что это подано без соуса то это просто тупо пельмешки со свинины и может быть ну вот как типа японские гёдзо мы готовили у меня на канале и там довольно много добавляется салата допустим да в фарш для того чтобы было сочно чтобы не только мясо еще и капусточка всякая присутствовала добавляют всякие пекинская капуста и так далее это нормально кстати для начинки это хорошо и себя добавляет сочности данном случае тоже тут я бы не скажу там нового свинина мне кажется она все-таки с чем-то потому что довольно сочный такой влажный фарш и зная свинину маловероятно что там только она короче ладно следующий салат это куриный салат который входит в ланч давай пробовать жареная куриная грудка много салата микс а грудки кстати немного тут смотри всего четыре типа пол грудки наверно порезано пожаренные во фритюре много салата чуть-чуть моркови мы не знают конечно роль сыграет заправка какое не сделали сейчас попробуем пахнет вкусно что касается курицы но пришли надо есть сразу потому что размокать панировка тем не менее хрустящие то есть нас было с этого салата начинать они с мантонов курица кстати не горячая чтобы вы понимали то есть это сделанная но потом подостуженная курица для того чтобы видимо не она не знаю это салат все таки если честно вот мне рассказали про нее как про новинку на самом деле довольно съедобный салатик конечно хотелось бы чтобы здесь было больше курицы что здесь был поинтереснее соус он он довольно вкусный но у меня нет никакого такого восторга потому что ну чё мне не хватает здесь заправка банально соевый соус и наверное чё-то какая-то кислинка типа может быть либо уксус либо какой-то лайм или лимон добавлен и все ну то есть без восторга куча куча салата вот этот салат микс который белая дача продается он и парочку ростков сои морковка и все заправка вкусная но могла бы быть вкуснее наверное но это не точно и у нас супчик который у нас самый выдержанный начинает супа но мы закачиваем потому что он температуру держит хорошо вот суп дают вместе с рисом и жареным кунжутом и вот такая вот подача тум-ям это суп вкусный тум-ям это суп свежий это суп острый суп кокосовый и в общем все хорошо конечно самый вкусный тум-ям который я ел я ел у вити бурда первый раз я приехал к витике очень больной очень вообще такой знаешь такое состояние когда-то заболевший но еще как бы не совсем я тогда приехал к витте и он мне такой поставил на короче поставил мне свой тум-ям офигенный где у меня там 20 или типа того ингредиентов и это съел суши я к вечеру я себя чувствовал на норм норм и потом мы этот тум-ям еще сняли поэтому у меня на канале есть рецепт самого офигенного офигенного тум-яма которые вы можете себе приготовить вот я я теперь знаю что такой вкусный тум-ям а и кстати слушай кстати говоря о витя я слыхал что виктор бурда суши пап ну все знают виктора бурда у меня на канале был уже сто пятьсот раз уже практически прописался он там что-то перелопатил все меню я подробности не знаю мне звонил недавно без суши я тут короче усилил там кухню у себя то есть он мне присылал фотки как сталь у него и так делали хорошо роллы но видимо начали косячить и он там скорректировал работу короче своего персонала нанял каких-то крутых поваров которые сейчас делают просто феноменальные вещи ребят поэтому кто живет трехгорка одинцова подмоскованные вот эти районы плюс он кстати сейчас в москву будет возить призак какая-то сумма заказа я в любом случае ссылки оставлю и на канал витин и на его сайт на группу чтобы вы могли посмотреть если хотите действительно вкусной еды и квите обращайтесь тем более он обещает что сейчас будет еще лучше чем было том-ям слушайте ну здесь том-ям выглядит довольно богато посмотрите том-ям бланчи тут креветки все такие брат скукоженные но ничего ничего нормальный крик они суши они такие скукоженные как будто бы специально смотри они специально как-то их разрезают что ли вдоль чтобы они вот так спиральками закручивались богатый и вот и бульон посмотри какой довольно густой бульон то есть они тут видимо добавляют все таки не кокосовое молоко кокосовые сливки круто нет действительно круто давай рис мешать или не мешает рис вообще риски подают как я понял чтобы заедать если слишком остро ложка уже испачкана в бульоне душевный душевный вкусный бульончик как вот прям вот как я люблю ребята обалденный свежим офигенный серьезно это это 4 и 8 по шкале супа бурды очень хороший бульон хороший бульон по начинке ну начинка она добавляется вы сами знаете мы показывали это в рецепте то есть закидывается белковая часть там в тарелку да и заливается уже готовому доземна вареным бульоном и фактически она варится в горячем бульоне и вот вопросов нет тумьям нормально сделанный хорошо приготовленный и довольно неплохо начинки добавлено можно брать насчет остроты кстати тумьяма ни о чем ну то есть не прям ядерная острота которая которая ставит на ноги когда ты заболеваешь то есть он более такой сбалансированный для среднего класса этого ребята не каролина рипер чё по итогу сказать да у 2 ланча 22 формата ланча у них есть один вот этот подороже но разнообразнее и побольше порции и 2 сформулированы чего интереснее конечно тот который дороже но в плане мне кажется оптимальности вот эти ланчи лучше но по крайней мере японский за 350 рублей с облепиховым морсом с гармоничными роллами и суши это весьма неплохо но с другой стороны поесть том ямчик у тебя не получится вот здесь вот дай да там я монет ни в одном из этих меню тут есть миса они смотри том ям есть в ланче рыбном в рыбном за 380 рублей есть там ям в принципе это хорошо цена вопроса 100 рублей очевидно вот в этой штуке побольше действительно порции то есть в конечном итоге у тебя больше еды получается стоит ли переплачивать мне кажется и тем ланчем ты бы наелся вот какие такие расклады ребят жареное молоко за 69 рублей и клубничный соус ну 69 рублей он стоит в ланче жареное молоко видите снаружи такая корка я вот так разверну сейчас да а внутри вот такая вот скорее сливочно-сгущёночная такая масса какая-то но это нежный десерт давай попробуем что он себе представляет офигенный пончик они над ничем не говорить вкусно нежно очень хорошо выключаю все подожди тут нечего комментировать это офигенный десерт вырубай депо есть вот такой вот мензам и подтверждается мой тезис того самого там двух годовалой давности годовалой давности обзора что гармонично гармонично по вкусу в целом все и даже том ям который оказался весьма неплохо друзья мои вот она новая табличка которая относится абсолютно ко всем заведением куда мы ездим у нас теперь есть две оценки это любого заведения и оценка доставки они принципе очень похожи но у вас не будет отдельно по бизнес на еще отдельно по бургерам надоело короче все заведение ребята цена вкус комфорт скорость персонал цена менза кафе бизнес-ланч цена вполне благоразумная по крайней мере то которая от 300 350 рублей точнее 320-380 рублей она благоразумная но это не дешево поставим поставим 4 поставим 4 вкус и качество я поставлю 5 пожалуй мензи по моему в обзоре им тоже доставки ставил пятерку это вполне заслуженный комфорт учитывая что мы в торговом центре мы как бы не в ресторане не в отдельно стоящем здании но даже в торговом центре у меня было ощущение того что я как бы огражден от внешнего мира огражден от соседей мы друг другу не мешаем не конфликтуем голосами и все хорошо поэтому я поставлю конкретно за это заведение которое в торговом центре я бы поставлены на 4 потому что мимо все равно там шатаются люди немножко там пацаны до прошли я говорю откуда музыка там пацаны такие мелкие идут с этим джибелем вот этим паленым короче что там слушают вот ну то есть полная изоляция это короче ставим 4 скорость 5 вообще ланч приносился просто быстро отлично бизнес-ланч в мензи ну и персонал я ставлю 5 девушка которая обслуживала нас она по моему в камеру ни разу не попала дадим мы не сможем к сожалению вам ее показать она прекрасна если будешь нас смотреть ты молодец ты умница ты вообще профессионала отлично все сделала спасибо что посмотрели бизнес-ланч на канале пока шеварим вот такие оценки до скорых встреч а